Вы про свой род знали всегда, да, что это быхар или это со временем? Короче говоря, я узнал об этом в 90-м году в Сочи, когда я только начал работать главой, нас вызвали в Сочи на совещание управления сельского хозяйства и карту повесили там, большую карту, и подошел, первый подошел, посмотрел, смотрю, там есть река Ушхон, в Хайдет Ушхон, приток, правый приток Владислава, ну и потом вот оттуда идти, а потом уже в 91-м, или я точно говорю, в 92-м приезжал, вот намок, вот тогда уже точно, а мы оказываем, он, короче говоря, твой родный брат или родной брат его в Майкопе работал, он и живет сейчас, работает, вот к нему оказывается приехали туда, ну и он начал спрашивать насчет Ушхо, живет в Майкопе или нет, и каким-то образом они вышли на мою старшую сестру, она в Майкопе, и мой средний брат тоже, он работает в университете в 49-м году, он кандидат, Доксин, кандидат, физико-матимащий, хинал, он там работает с 80-х годов, короче говоря, вот так и познакомились, потом первый раз приехал, потом через год вот так разов пять приезжал сюда, вот это фотография здесь, да, это 90-е годы, я так понимаю, они там у них сохранились, конечно, вообще родословие он написал, оказывается, его прапрадед и наш дед прадед прапрадед, они родные братья, потом идет Хусейн ихний, потом Бат, а я еще, мы даже не знали, что мы убыхи, мои вот эти тети, которые там вот на фотографии я показывал, рассказывали, говорит, еще, говорит, в самом начале вот этой Кавказской войны, это уже ихний прадед получается, ихний дед Хафланш, ихний прадед этот самый, их было, говорит, три брата, два брата, говорит, уехали в Турцию, а Шепш остался здесь, это наш прапрадед, да, и он все описал вот этот родослой, но третий брат, по-моему, вот этот Ибрагим, он человек, это, видимо, вот, который в дюджете живут, вот они вот, от этой игры, но нам их не знает, и вот эти, они особо, видимо, не встречались, да, но знал, что там живут, а мой двородный брат разговаривал с ним по телефону, еще вот в начале 90-х годов, да, два раза, хотел приехать, но потом заболел, вот тот, который хотел, не все же хотят заниматься этим, вот может быть 10 братьев и сестер, из них только один будет вот болеть за свой род, понимаешь, вот я сам уже вывод сделал, вот мне уже 68 лет, да, 68 лет, и по-своему роду, и по-другим, я знаю, кто, чем болеет, понимаешь, так что, ну, это если не дано, это, видимо, мы обвиняем конкретного человека, почему вот ты за свой род не болеешь, или там, это он, ну, не заложено свыше, видимо, вот даже вот пример свежий, вот этот Намыха, у него и брат старший, промышленник богатый есть, самый старший, он, ну, чисто крестьянин был, потом еще другие братья и сестры, но он и сестра, младшая сестра, ну, старше его, конечно, он самый младший в семье, вот эти, брат и сестра, вот из всего-то семейства, по-моему, их было 9 или 10 в семье, у меня где-то его отца записано, вот они только, вот Намыг и, как же, Фатья, Фатья, вот они вот за свой род знает и болеет, и так далее, и так далее, даже когда отец с моей двоюродной сестрой, она в Туапсе живет, замужем за Напсо, на 40-го года, в 98-м году ездили в Турцию, в Кнамуку ездили, он им все показал, когда он приехал, я даже не знал, я из Лазарьского приехал, смотрю, у вас здесь телефон звонит, международный телефон, поднимаю, это, говорит, Фатья, с Турции звонит, интересуется, она, блин, мы приехали или доехали или нет, я не знал, что приехал, я сказал просто, чтобы они не были, да, говорит, приехали, оказывается, когда он приехал, я еще на работе, а он спустился, вот туда племянник женился, вот он, она следом позвонила из Турции, совсем другой уровень, да, внимание, да, и вообще, отец и сестра Сальмет рассказывают, она точно похожа на нашу покойную тетю, это самая старшая тетя была, вот, и все, вот, отец самый младший был в себе, а та самая старшая, она в Ауле Тхабшина жила, она 1899 или 1900 года рождения была, Шам звали ее, вот точно говорит, точно похож, похоже, вот это Фатья, точно говорит, похоже на Шам, ну, это видно, это кровь одна, вот тогда, вот, и оттуда, и пошло, и поехало, мы узнали, что мы убыхи, а вот этот наш прадед, это вообще чистокрон, потому что и жена была, это Шхаба, Шхаба, это убышка, он сам убых был, ну, вот, вот это, когда Заваруха пошла, каким-то образом он оказался здесь, в этих краях, еще младенцы, да, мать убили, а потом, как Шапсуги уже, да, а потом, да, со временем, ну, этот, Руслан сейчас с Андреем, постоянно занимаются, ну, да, ну, Руслан, этот по линии археологии там, в основном, этот Андрей занимается, текущие, очень сложные вопросы, да, чтобы там дойти до администрации президента, это, это сколько бумаг надо собрать, ну, у него, да, коробка там, ну, да, я же переписку у него присылал, надо пробивать это, пробивать надо, но настолько вот люди сейчас инертны, особенно молодежь, он просил, мы собирались, когда собрали, о, все, 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 он уехал, никто на себя не хочет взять ответственность, понимаешь, вот взять, ну, это же, ну, ну, что-то надо сказать, да, чтобы общество создать, общество создать, да, надо люди, так, а людей надо организовать, и кто-то должен возглавить, да, вот этого мы не можем найти, понимаешь, кто-то, кто бы этого злаил, кто не хочет, да, ну, вот сложность, да, мы разговаривали, когда Андрей это говорил, то, что надо человек нужен, ну, ну, будем надеяться, ну, конечно, все равно найдется человек, который, рано или поздно, конечно, если бы, конечно, мне на 10 лет моложе был бы, то, конечно, у меня уже другие проблемы, тут и жена инвалид, я не могу отрываться далеко, выехать я не могу, да, и со здоровьем тоже лучше. Спасибо вам, Халис Александрович, за рассказ, я думаю, это повлияет, хоть как-то, хоть как-то поможет этой проблеме. Так что все равно время не стоит на месте.